Я рад снова приветствовать всех кто взглянул на канал Blender 281 и давайте в этом ролике рассмотрим что такое мэткапы и тут чуть-чуть поэкспериментируем создадим свой мэткап и подгрузим именно установим на объект на меш погнали так есть у нас здесь мэткап и вот они находим включаем и вот разные можно включить вот так у него свет свой уже свой оттенок там и так далее вот такие вот разные мэткапы есть также можно подгрузить скачанный мэткап вот нажимаете на шестеренку здесь вот есть мэткап жмете install ну и находите ту папку в которой у вас находится именно мэткап давайте посмотрим что у меня тут есть и так сначала посмотрим вот эти мэткапы 512 на 512 ставим большой вид вот так все они выглядят синие зеленые красные всяких вариантов ну вот такой давайте подгрузим закрываем и подгружаем мэткап вот здесь уже находим его так вот она ну вот такой мэткап вот так он блестит прикольный как металл вот такая штука но еще какие тут можно установить опять же если вам нужно удалить какой-то мэткап жмете на минус вот вы его удалили опять же подгружаете и находите где он у вас какой папки вот превьюшки давайте посмотрим так что тут ну вот такие превью так хотелось бы цвет глины я очень люблю глину но в таком духе что-то опять же закрываем и подгружаем все это дело находим уже здесь вот такая гражданка уже отзеркаливается внутри прикольно ну давайте попробуем создать свой мэткап с этими мэткапами говорят что в скульптинг с этими мэткапами в скульптинг говорят не наносится маска она не отображается в рендере именно скачанная но давайте посмотрим так поставим установку рендера что тут у нас есть output вот ставим рабочий стол desktop так теперь камеру поставим 0 нажимаем вот такая камера и поставим ее 512 на 512 ну и сделаем рендер 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 изображения смотрим что получится вы видите что рендер не отображается давайте включим вот эту галочку рендера и вот это вот именно мэткап рендер ее не видит все темное вот так все выглядит давайте создадим свой мэткап и кстати давайте еще проверим как наносится именно маска скульптинге находим маску так где она тут вот она маска прибавляем пикселей мы попробуем вот на этот куб наносится вроде применим какой-нибудь мэткап ну давайте вот этот все на месте почему говорят что маска не наносится болтает так ладно эксперимент вроде получился давайте создадим свою свою именно свой мэткап файл новый генерал дон сейф куб дэлит как н панель сейчас я включу нажимаемые клавиши так они очень маленькие нужно прибавить размер фон сайс вот так она выглядит подгружаем это модификатор sub division surface чуть-чуть подразделяем и в принципе применяем теперь в обжиг находим shader smooth сглаживаем все это делаем ну и погнали что еще можно сделать добавляем add mesh добавляем план с помощью мов все это дело приподнимаем кройка на нампаде р английская перекручиваем и чуть-чуть и повыше поднимаем вот так вот следом давайте настроим камеру н панель все поставим по нолям ставим тут 90 по иксу ротация остальные ставим ноль так вот как установилась камера немножко и вытягиваем вперед смотрим как она выглядит ставим ей в настройках так output properties ставим 512 enter и 512 enter вот такая камера надо ее теперь привязать так сначала н панель закрываем клавишей н ноль включает отключает камеру и заходим во вьюту эту и находим так элиш биут это и элиш акция активация камера ту селект это вот так смотрим ноль вот как она прикрепилась можно немножко на еще назад и оттянуть вот так будет четко ноль на нампаде назначаем теперь вот этой сфере материал заходим в материал и жмем новый так здесь ставим какой-нибудь цвет цвет глины цвет глины ну что-то вот в этом духе и и немножко его потемнее вот так вот теперь заходим в рендер вот так вот прикрепился материал теперь плану вот этому верхнему делаем тоже новый материал и поставим какой-нибудь другой цвет ну немножко синевой и вот здесь вот поставим эмиссия а на сферу поставим диффуз bsdf вот так и поставим вот теперь другой цвет вот этот все все нормально все прикольно настроим задний фон теперь заходим вот в эту функцию ворд мир выбираем камеру ставим давайте черный вот так вот и прибавим до двойки до двух тысяч смотрим ноль на нампаде вот так все выглядит ну и попробуем сделать рендер вот такой вот внешний вид можно добавить немного источника света g вот допустим вот так вот где-то поставить смотрим ноль на нампаде слишком ярко наверное будет ну пойдет пока вот так за камерой пусть постоит можно ее вниз увести вот так вот где-то в бок жмем рендер вот такой будет материал прикольный источник света можно еще добавлять ну а теперь давайте немножко в шейдерах посмотрим так заходим в шейдеры нажимаем на сферу и подобавляем немножко шейдеров здесь вот установлен шейдер диффузия которую вот именно включили в материалах вот она диффузия немножко ее уведем вниз вот так вот и добавим и добавим в add так теперь заходим в шейдеры и находим так находим мы вот этот close BDSF вот этот этот отключаем шейдер этот чуть в бок отводим и добавляем еще add shader mix shader вот сюда вот так mix shader подключаем в surface вот сюда этот подключаем к шейдер и вот этот подключаем тоже к шейдеру вот такой вот внешний вид стал у сферы также ее можно тут поднастроить именно вот этими ползунками где-то увеличить где-то уменьшить свет чтобы здесь будет уже темный если уменьшать факт вот этот так здесь тоже можно немножко его подрегулировать ну и можно еще вот этот добавить источник света типа план shift D и уводим его где-то вот сюда вот вниз и D немножко перекручиваем в таком духе чтобы окражался свет ну и жмем теперь render render image вот такой вот получился свет давайте еще немножко сделаем посветлее источник света G сюда как-то уведем за камеру и жмем render image вот так вот пойдет уже ну и сохраним теперь вот этот шейдер нажимаем так image save as рабочий стол save as image так 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 проверить точно ли он сохранился нет плюс нажимаем у меня уже название такое есть ну вот у нас уже готов шейдер заходим в layer вот этот все это дело можно теперь файл файл new general don't save ну и применим давайте вот это удалим delete и найдем найдем mesh найдем Suzanne monkey вот такая прикольная деваха добавим модификатор subdivision дивизии и применим вот этот madcap подгрузим сначала его install desktop вот этот install вот этот все подгрузился теперь давайте его применим вот оно вот такой получился шейдер смысле madcap прикольно выглядит ничего так ну и можно теперь зайти скульптинг применить шейдер как он применится нет вот так вот применяется и смотрим маску все маска наносится смотрим теперь проверяем кисточки как работают кисточки тоже все это дело все видно все прикольно вот такой свой шейдер пардон тимет кап все всем пока до свидания не все во с